МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тонкий лед, озеро Черное. В Березовском районе трое мужчин ушли на рыбалку и не вернулись. Между погрузчиком и шлюзом, чтобы выручить человека, спасателям понадобился автокран. Дачный ответ и разгоревшийся конфликт в садовом товариществе пришлось вмешаться милиции. Шаг навстречу судьбе. Четверо жителей города Береза отправились на зимнюю рыбалку. Недалеко от дома, в своем районе, местом лова выбрали озеро Черное. Оно входит в десятку крупнейших водоемов в Беларуси. От берега мужчины отошли по льду на 300-400 метров. Там и произошла трагедия. Сейчас на Черном озере идет поисковая операция. Три водолаза ищут пропавших рыбаков. За ночь лед сошел, и теперь место происшествия определить можно только приблизительно. Озеро неглубокое, до двух с половиной метров. Зато большое, дно пологое, не зацепишься. Видимость под водой минимальная. Картину происшествия удалось восстановить со слов единственного выжившего из четверых. Компания приехала за уловом на двух машинах. Засиделись на льду допоздна. Двое товарищей отошли дальше остальных от берега. В седьмом часу вечера под одним из них провалился лед. Второй попытался помочь, однако вскоре и сам оказался в ледяной воде. Тонкая корка резко стала проваливаться повсеместно. Один из рыбаков был в 80 метрах от берега. Он ушел от озера мокрым, но живым. Сейчас находится в реанимации, переохлаждении. Его товарищ от спасительной суши отделяло метров 200. Он провалился и ломал лед до самого берега. Добрался и все же погиб от переохлаждения. Еще двоих ушедших по тонкому льду. Дальше всех ищут водолазы. Железный капкан. Сварщик в Добружском районе оказался в весьма тяжелом положении. В прямом смысле застрял на работе. Мужчина приваривал заслонку шлюза. Большую металлическую створку в нужном положении тросом удерживал универсальный погрузчик. Поначалу работа спорилась. Все изменилось в 11 часов. Неожиданно порвался металлический трос. Погрузчик рухнул вниз, прямо на сварщика. 54-летнего мужчину прижало многотонной машиной к створке шлюза. Спасателям понадобилась помощь крановщика. Специальную технику прислала местная организация. Со всеми предосторожностями погрузчик приподняли и освободили из стальной ловушки рабочего. У него диагностированы многочисленные переломы по всему телу. Повреждено легкое. В тяжелом состоянии он был помещен в реанимационное отделение Добружской больницы. Садовое, но не всегда товарищество. Милиционерам из Молодечно пришлось экстренно вмешаться в конфликт на загородных сотках. Вечером недалеко от деревни Пролески едва не разгорелся серьезный скандал. В 19 часов в дежурную часть позвонил сторож садового товарищества и сообщил о поджоге одного из дачных домов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что между сторожем 1971 года рождения, а также жителем города Минска 1971 года рождения возник конфликт. Сторож ударил в лицо мужчину, на что тот решил ему в ответ поджечь дом, однако перепутал жилое строение и поджег другой дом. Дачники собственными силами ликвидировали возгорание на ранней стадии. К моменту прибытия милиционеров оба участника конфликта были пьяны. Подозреваемый в поджоге член садового товарищества. Его дачный ответ уголовный кодекс трактует как умышленное уничтожение имущества. Милиционеры отсмотрели несколько часов видеозаписей. Из всех посетителей церковной лавки подозрение у сыщиков вызвала вот эта женщина. Зашла, перекрестилась, протянула руку к прилавку и затем быстро покинула храм. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы сразу после показа на ОНТ доступны для просмотра на нашем официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Эфир следующей тревожной кнопки в пятницу 1 марта в 16.20. Дождитесь.